Ну вот мы и добрались до заключительного урока. Что я хочу вам сказать в заключении. Прежде всего нужно понимать, что тестирование это фундаментально важная вещь для программирования. Для того, чтобы создавать качественные программы. Чтобы ваши программы действительно были надежны и выполняли свои функции. Но при этом вы должны понимать, что несмотря на то, что мы в нашем курсе все примеры приводили на C-Sharp. На самом деле модульное тестирование используется практически во всех современных языках. Вне зависимости от того, на каком языке вы программируете, какие именно программы разрабатываете, те подходы, те принципы, которые мы с вами рассматривали в данном курсе, все применимы будут по-любому. В качестве примера давайте вот еще вам приведу. Если вы разрабатываете какие-то интернет-сайты с использованием языка PHP, то в этом языке также существует библиотека для модульного тестирования. называется она SimpleTest. То есть есть несколько библиотек на самом деле. Но вот одна из наиболее популярных – SimpleTest. Здесь вы видите адрес, по которому вы можете с этой библиотекой познакомиться. Ну и в качестве иллюстрации вот здесь вот приводится небольшой тест, именно написанный на языке PHP. То есть вы можете убедиться в том, что и при разработке интернет-сайтов, с использованием языка PHP, те идеи, те подходы, которые мы с вами рассматривали, совершенно замечательно работают и, безусловно, вам пригодятся. То есть вам, вне зависимости от того, на каком языке вы будете именно работать в будущем, вот эти подходы будут востребованы. То же самое можно сказать про язык, как JavaScript. То есть если вы создаете какие-то клиентские приложения, клиентские интернет-приложения, то же самое для JavaScript существует соответствующая среда, которая называется JSUnit. И также вот здесь видите пример тестов, написанных для языка JavaScript. То есть даже те интернет-странички, которые вы открываете в своем браузере, их тоже можно протестировать с помощью тех подходов, которые мы с вами рассматривали. Ну и совершенно аналогичным образом существуют библиотеки для тестирования. И в Delphi, и в C++, и в Java, в Python, Ruby, а даже SQL есть, да? Замечательно, есть язык Ирланд. Вот это я вам привел просто несколько примеров того, что практически все языки наиболее популярные сейчас в России, во всех этих языках существуют инструменты для проведения модульных тестов. Вы должны понимать, что это действительно важная вещь для того, чтобы создавать качественные программы. Ну и в заключение я хочу, собственно, еще раз повторить про то, какие преимущества существуют, если вы используете те подходы, которые мы с вами рассматривали. Прежде всего, вот это модульное тестирование позволяет, гарантирует вам высокое качество ваших продуктов, ваших программ. Плюс к тому, этот подход гарантирует, что в программе будут реализованы все бизнес-требования. То есть, все, что от вас требует заказчик, вы можете сформулировать в виде ваших тестов, и это будет гарантия того, что вы ничего не упустите, ничего не забудете, и что все, что требует ваш заказчик, все будет реализовано, реализовано качественно. Кроме того, этот подход способствует более тщательной проработке интерфейсов. Мы с вами об этом говорили. То есть, когда вы до того, как создавать какой-то программный компонент, создаете тест, это заставляет вас более тщательно и внимательно прорабатывать интерфейс вашего будущего компонента. Вы, в первую очередь, ставите себя в позицию пользователя вашего класса. И вы начинаете смотреть, как сделать ваш класс более удобным именно с точки зрения его использования. Следующее преимущество – этот подход способствует более плотному взаимодействию с заказчиком. Это очень важная, кстати, вещь при работе программиста, потому что вы имеете возможность непонятные какие-то моменты. Во-первых, вы их легко выявляете, а во-вторых, вы можете их легко и внятно обсудить с вашим заказчиком. То есть, разрешить различного рода непонятки, что называется. Это приводит к тому, что ваши заказчики в большей степени удовлетворены вашей работой, они лучше понимают, что вы делаете, и вы лучше понимаете, что они хотят. Вот это взаимопонимание – очень важная вещь для того, чтобы действительно добиться какого-то успеха в программировании. Следующее преимущество – TDD помогает не поддерживать код, который не используется в системе. Это очень важная вещь, потому что если вы не используете тестирование, то в вашей программе накапливается огромное количество кода, который совершенно вам не нужен. И он лежит мертвым грузом в вашей программе, он только создает для вас лишние проблемы. Следующее – данный подход обеспечивает автоматическое исполнение регрессионных тестов. То есть, если вы вносите новый функционал в вашу программу, если вы что-то добавляете, что-то улучшаете, вы, используя автоматические регрессионные тесты, вы гарантируете, что вы ничего не испортили, что вы не внесли ошибки в тот код, который у вас уже существует, уже проверен и используется. Кроме того, гарантируется, что исправленные ошибки не вернутся. То есть, если вы сначала написали тест, который выявляет ошибку, который демонстрирует ее, то ваш тест попал в базу тестов, то есть, он начинает исполняться каждый раз, когда вы запускаете тесты. Соответственно, вы уверены в том, что исправленная ошибка уже не вернется. Потому что иногда бывают, у программистов, которые не используют тесты, легко ошибиться и какую-то не ту версию исходных текстов вашей программы использовать, и при этом получается, что вы вроде бы ошибку исправили, но заказчику пошла не та версия, которую вы исправили. Бывают такие ситуации. Вот модульное тестирование позволяет вам избавиться от таких проблем. Наконец, данный подход помогает создавать гибкий, открытый и легко модифицируемый код. Почему я так настоятельно вам рекомендую пользоваться тестами? Дело даже не в том, чтобы вы создавали программы такие, чересчур надежные. Дело не в этом. Дело в том, что когда вы используете данный подход, вы приобретаете правильные навыки. Понимаете, вы становитесь действительно профессионалом. Качество вашей работы существенно возрастает. И не только из-за того, что вы себя дополнительно проверяете, а из-за того, что вы... Вот эти дополнительные проверки, эти тесты, они не только тесты для вашей программы, это тесты для вас. Понимаете, вы, используя этот подход, все время самосовершенствуетесь. Вы становитесь более профессиональным. Вы начинаете лучше понимать, что вы делаете. Вы становитесь более квалифицированным специалистом. Вы становитесь дороже. Понимаете? Вы становитесь более ценным. Вот это самое главное. Спасибо за внимание. Я надеюсь, что наш курс вам был полезен. Успехов вам!